Всем привет! Меня зовут Олена Полюхович и сегодня мы с вами поговорим о том, как адаптировать рекламу своего время кризиса, как снизить расходы, как перераспределить бюджеты и вообще, что делать с нашими рекламными кампаниями в это непростое время. Ну, начнем мы наш обзор прессы, что говорят по этой теме другие источники. Итак, Client Boost советует нам извинить маркетинговый месседж, он говорит, что нам нужно показать свою чуткость к этой теме коронавируса, что очень круто, если у вас появляются, конечно, новые товары или вы снижаете цены, но сейчас это не то, что волнует пользователей, а волнует их то, что вы показываете им, что вы также вовлечены в эту тему, что вы живете сегодняшним днем вместе с пользователями, видите, что происходит, вы как бы проживаете эти же самые моменты, и вы должны это как-то грамотно, аккуратно донести в своих посланиях. Но вы не должны нагнетать страх, как говорится, то есть вот такой вот заголовок, а вы знали, что вирусы выживают в воздухе на поверхности днями, это очень плохой заголовок, это нагнетение, вы устраиваете панику, этого делать не рекомендуется, вам нужно просто, ну как бы продолжать делать то, что вы и делаете, но показать, что вы понимаете всю сложность ситуации, и вы должны быть готовы, конечно же, я сама говорила об этом несколько раз в своих роликах в последнее время постоянно говорю, что расходы на рекламу меняются, и вы должны быть готовы к этому, и что стратегии, конечно, которые работали до этого, сейчас могут не работать, бюджеты, которые вы использовали раньше, сейчас тоже могут измениться, и вы должны это понимать, должны это отслеживать, должны давать актуальную информацию и постоянно вносить корректировки в существующие компании. Вот также специалисты промода делятся информацией о том, как стимулировать продажи, как сохранить эффективность рекламы в платных каналах трафика. Во-первых, нам предлагают поменять коммуникацию и проработать новые УТП, я также об этом говорю, что вам нужно не просто креативные уникально торговые предложения сейчас продумывать, а такие УТП, которые соответствуют ситуации. Не стоит нагнетать ситуацию, не стоит говорить про коронавирус напрямую, не нужно, чтобы ваши покупатели поддавались панике, наоборот, даже какой-то легкий юмор, он приветствуется, но, естественно, легкий юмор, вы должны понимать черту, грань, это должен быть действительно легкий юмор, а не должно казаться со стороны, что вам вообще наплевать на ситуацию, вы ее не воспринимаете всерьез. И вот здесь вот мы видим примеры таких реклам, например, Будынок Игрушок, он предлагает самый час для пазлев-то настолок, действительно очень актуальный такой слоган, именно сейчас все люди сидят по домам, вместе с семьями, с детьми, и как раз действительно сейчас именно то время для того, чтобы провести его всем вместе за какой-нибудь игрой настольной или же собиранием пазла. Более того, они предлагают еще 35 процентов скидки на каждую вторую единицу товара, что тоже очень приятно. В своих объявлениях акцентируйте внимание на безопасности, покупай безопасно, бесконтактная доставка, вот Комфи, например, уже это делает, это очень важно, так как люди сейчас боятся каких-либо контактов, боятся контактов с людьми, стараются их как можно, ну, как всеми возможными способами, уныкнуты, как говорится, вот, поэтому обязательно делайте на этом акцент, например, если вы там что-то доставляете, или там еще что-то, ну, в общем, что ваш сотрудник всегда там работает в маске, прошел температурные показатели, всегда у вас есть там дезинфектор и так далее, перчатки, ну, в общем, самые-таки элементарные нормы. Чтобы не потерять существующих клиентов, вводите бесплатную доставку, сейчас доставка это необходимость, вот многие крупные компании уже ее ввели, как мы видим, например, тот же Комфи или Фокстрот, потому что сейчас доставка это единственный способ, все доставляют, и, конечно, людям не очень хочется переплачивать еще сверху за доставку, то есть, помимо того, что платит товар, еще, например, оплачивать половину стоимости за доставку, если заказываешь что-то недорогое и мелкое, то, как бы, еще сто раз подумаешь, а стоит ли вообще заказывать. Если вы сомневаетесь, стоит вводить или нет, то посмотрите, как вырос спрос на услуги доставки за последние дни, такого не было еще никогда, поэтому вводите это. Также размещайте на сайте и в рекламных объявлениях актуальную цену и информацию об условиях доставки, то есть, если вы, например, не уверены, что вы сможете доставить за один день, как заявляете, лучше не пишите это лишний раз, лучше напишите действительно точный срок, там, в течение одного-трех дней, да, если вы уверены, что вы доставите за один день, значит, пишите тогда доставка за один день. Даже вообще в целом, в любой ситуации не очень приятно, когда вы видите, что доставка один день, а потом вам перезванивают и говорят, что на самом деле доставка может там растянуться до трех дней, и уже как бы и настроение портится, и ты уже думаешь лишний раз заказывать мне вообще или нет. Также нонсируйте возможность оплаты частями, указывайте это в рекламных объявлениях, делайте какие-то именно самые выгодные условия оплаты частями. Сейчас, я думаю, это будет набирать популярность еще больше, так как люди не уверены в экономическом положении дел, поэтому, конечно, им оплата частями приглянется больше, и это скорее будет стимулировать покупки. И, конечно, проявляйте заботу о клиентах, делать это нужно, кстати, не только сейчас, а вообще всегда. Добавляйте к заказу там маску или антисептик, сейчас это очень популярная тема будет. Ну, а вообще, как бы даже в условиях не карантинного времени, в условиях не пандемии, не эпидемии, то всегда какая-то мелочь к заказу, если вы ее кладете, это всегда повышает лояльность к вашему бренду. Также следите за изменением трендов, для этого используйте Google Trends, для того, чтобы посмотреть, что сейчас пользуется спросом. Вообще, Google Trends это очень хороший инструмент, который я рекомендую использовать вообще в целом всегда, чтобы узнать в курсе, что сейчас людей волнует, что они ищут, что заказывают, какая тематика их больше всего волнует. И вот хороший дельный совет, это проводить исследования по странам, которые столкнулись с коронавирусом гораздо раньше, чтобы оценить, как изменился спрос на те или иные услуги. И также следите за тем, где больше трафика, в десктопе или же на мобильных приложениях, оперативно на это реагируйте, перестраивайте свои рекламные кампании в зависимости от того, где больше трафика. Также пересматривайте эффективность категории товаров и распределение бюджета. Конечно, спросы на товары постоянно меняются, а сейчас они меняются кардинально. Сейчас как раз то время, когда, если не сейчас, поэтому подумайте, какие товары или услуги ваши могут понадобиться людям, которые сейчас находятся дома. И с помощью платных каналов трафика важно усиливать категории товаров, которые сейчас пользуются наибольшим спросом в период карантина. Так, если вы делаете какие-то онлайн-курсы, или же вы продаете книги, телевизоры, ноутбуки, игровые консоли, различные товары для дома, такие как телевизор, стулья, посуда, ну то есть что-то не очень грандиозно большое. Спортивные товары, кстати, так как фитнес-клубы все сейчас закрыты, а людям нужно поддерживать свою форму тела, да, и заниматься, чтобы мышцы не забыли, то как раз спортивные товары для дома сейчас будут очень популярны и актуальны. Всякие биг-биг-биг дорожки, спортивное питание тоже самое. Бытовая техника, блендеры, миксеры. Скорее всего, люди начнут больше готовить дома, так как в ресторан сейчас не пойти, конечно же. Доставку каждый день тоже заказывать такое себе удовольствие, так что вот такие вот товары тоже могут понадобиться. Увлажнители воздуха и антисептики, это вообще номер один. Сейчас это требуется всем, везде. Все возможные средства гигиены и стройматериалы. Чтобы не терять свою долю рынка таким нишам, которые больше всего пострадали из-за карантина, вам нужно поддерживать свой брендовый трафик, и, кстати, он дешевле всего должен вам обходиться. Ну и, конечно, если у вас есть бюджет, деньги, возможность, то предлагать услуги, которые будут полезны и сейчас людям, и в будущем. Вот мы видим рекламку билетных операторов, верю в завтра, беру сертификат сегодня, то есть верю в завтра, беру сертификат сегодня, со скидкой 10%, то есть рано или поздно эпидемия закончится, рано или поздно мы все снова выйдем с вами в мир, снова начнем посещать рестораны, кино, музеи, кафе и так далее, концерты, и люди все равно будут покупать билеты на те же самые концерты, но, естественно, сейчас никаких концертов нет, но продажи-то вам нужны, поэтому почему бы не сделать вот такую вот скидочку, например, и не предложить пользователю купить билет сегодня и воспользоваться им позже. То же самое, например, сделала Планета Кино, она также предлагает купить сертификаты сейчас всего лишь за 100 гривен, а использовать этот сертификат можно будет уже после открытия кинотеатров на любой сеанс, в любой технологии, и это очень удобно, очень приятно пользователю, потому что за билет вы можете заплатить там 300 гривен в обычное время, а так вы купите сейчас за 100 гривен и потратите его потом в этой же технологии. Ну и, соответственно, и продажи, продажи обеспечиваются, как бы и все выигрыши, все в плюсе. Вот рекламу мы видим фитнес-центры, то есть онлайн, онлайн-курсы проводите, почему бы и нет, люди сидят дома, им нужно чем-то заниматься, нет возможности пойти в фитнес-клуб, ну почему бы не запустить какие-то онлайн-марафоны, онлайн-курсы, люди сейчас будут это брать очень хорошо. Ресторанный бизнес точно так же делает всякую доставку, точно так же скидки, бесплатная доставка еды, или там закажи два бургера, получи буррито в подарок, то есть делаете акцент на том, что вы работаете, работаете на доставку, но и параллельно предлагаете вкусные скидочки и акции. Так что распределяйте рекламный бюджет гибко, нужно как бы работать с тем спросом, который сейчас есть, и работать с ним быстро. Также делайте акцент на Google Shopping. Рекламные компании Shopping и Smart Shopping рекомендуют нам оставить, даже при минимальном бюджете они дадут прирост продаж вашему интернет-магазину. Не теряйте свой брендовый трафик, конечно же, проводите анализ по выдаче, по брендовым запросам, если вы на первом месте в органике, то бесплатный трафик тогда выключаете, брендовый точнее, но продолжайте отслеживать ситуацию. Если же жесткой экономии у вас нет, тогда сохраняйте работу брендового трафика, это увеличит суммарные шансы перехода на ваш сайт. И вот, кстати, если у вас действительно в любой момент времени нет сейчас лишних денег на то, чтобы использовать какие-то рекламные компании, вот используйте именно брендовые, оставляйте брендовые запросы. Они гораздо меньше денег съедают, чем другие ключевые запросы, но вы всегда будете по ним крутиться, и какие-то клиенты будут все-таки вам попадаться. Ну вот, собственно, и рекомендуют, что оптимизировать затраты и лучше отказаться от масштабных флайтов, но сконцентрироваться на релевантной аудитории, по ремаркетингу, особым аудиториям по гео, и показывать наиболее востребованные категории товаров с уникальным торговым предложением. Креатив сейчас, конечно, не так важен, а важна сама суть рекламы, рекламный посыл и присутствие в ситуации, то есть слишком много сейчас инвестировать в дизайн, рекламных материалов нет, а в контекстной рекламе можно использовать адаптивные объявления. Как мы видим, вот тоже Vodafone сделал такую себе рекламу. То есть делайте акцент именно на том, что сейчас важно, ну, идите в ногу со временем, как говорится. Теперь остановимся на некоторых секретах для Google Ads и Facebook. Во-первых, нам предлагают сужение ключевых слов по Google Ads. Идея заключается в том, чтобы разделить компании по точному и широкому модификатору соответствия, то есть разделить как бы и трафик на две воронки, воронка с широким соответствием и с точным. Они снижают количество конвертирующегося по близким вариантам трафика в отдельной компании и оставляют высококачественные ключи в точном соответствии. Это и называется сужение ключевых слов. Работает он так, что вы создаете компанию, например, только с точным соответствием и отслеживаете, когда ваше объявление показывается по близкому варианту, но не приводит к конверсии. Ну и, соответственно, у этих запросов, например, нерелевантные нужно добавить в минус слова на уровне групп объявлений, как бы, а которые подходят более релевантные, добавить в ключи. Вообще предлагают не использовать ключевые слова с фразовым типом соответствий, так как новое точное соответствие с близкими вариантами это почти то же самое. Еще создавайте другую компанию с модификатором широкого соответствия, она будет искать новые конвертирующие ключи и используйте, конечно, список минус-слов, чтобы ключи в точном соответствии были минус-словами в компании с широким модификатором соответствия. И таким образом у вас будет 100% контроль над компаниями с точным соответствием. Если вас устроит их результативность, их эффективность, то тогда вы сможете сфокусироваться на максимализации доли показа в них. Ну и, конечно, первый заголовок в объявлении должен совпадать с ключевым словом в точном соответствии, и это, в принципе, всегда так было. И со временем сокращается объем поиска и количество показов по компании с широким модифицированным соответствием. Также вот есть такая идея использовать ключевые слова с сильным намерением и длинным хвостом в полном широком соответствии, наложив их на самую высококонверсионную аудиторию. Какое преимущество это нам дает? Это более дешевый длиннохвостный трафик, и при этом вы поддерживаете релевантность поиска, потому что будет таргетироваться только на эффективные аудитории. Идея состоит из двух вариантов. Вы можете сделать все так, как рекомендуется, либо же вы можете еще жестче ограничить рекламные расходы и добавить высококонверсионные аудитории с типом таргетинг в вашу обычную компанию. Если этот подход для вас работает, вы сможете уже использовать тогда и более короткие ключи. Ну и также предлагается обновить сами сообщения, то есть объявления в Google Ads. Это также может повлиять на результаты поиска, особенно если ваши объявления будут как-то связаны с текущей ситуацией. То есть если вы, например, продолжаете работать, но уже работаете на вынос, на доставку, вы должны это указать, что вы все еще работаете, но просто теперь доставляете. Если у вас изменился график работы, или там вы делаете бесплатную доставку, то обязательно тоже это указывайте. Если у вас как бы происходят конверсии по номеру телефона, то вы должны обязательно указать работающий номер телефона, по которому вы сможете ответить, потому что часто бывает так, что номер телефона забыли поменять, на него звонят люди, а ответ как бы не получают. Ну и вот 5 советов про рекламу Facebook. Предлагают использовать редактор для рекламы Facebook. Это снизит неэффективные расходы и будет показывать ваши лучшие объявления самой эффективной аудитории в режиме реального времени. Преклама с опросами в Instagram. Новый тип рекламы, которые предназначены именно для инсты, вы можете задать вопрос вариантом ответов, чтобы привлечь внимание и побудить к действию. Высокий уровень вовлеченности приводит к сверхнизкому цене за клик, и это в свою очередь приводит к увеличению трафика на целевую страницу. Также появились обновленные креативы в объявлениях, то есть вам нужно их пересмотреть, приостановить свою старую компанию, которая работает, заменить новыми объявлениями, новыми изображениями, новыми текстом изображения, протестировать, которые сейчас актуальны для ситуации. Ну и соответственно, конечно, выдохшуюся рекламу мы останавливаем, а свежую новую запускаем. Ну и естественно, вот картинки, кстати, пересмотреть тоже вот как вариант, потому что сейчас, например, картинки, где есть какой-то физический контакт, то есть плотно близко стоят люди, держатся за руки, обнимаются, это не лучшая реклама, лучше все-таки сконцентрироваться на каком-то одном предмете, поэтому если у вас есть такие картинки, то обязательно пересмотрите и замените. Предлагают приостановить рекламу с высокой ценой CPI, то есть если компания, аудитория объявлений не показывается, то лучше их приостановить, если они не достигают минимальных пороков производительности, то времени на это тратить не нужно, лучше перейти к чему-то новому. И меняйте подход, то есть вам нужно признать, что вирус распространяется, серьезно пострадают работающие в живую компании, и все, что можно переместить удаленно и в онлайн, нужно сделать, вы сможете приносить пользу своим клиентам, оставаясь с ними на связи. Так, Майк Арс, генеральный директор Loud Rumor, агентство по фитнес-маркетингу из Аризоны, сильно расстроился, когда ему пришлось закрыть студии для занятий фитнеса, но он решил взять своих клиентов и перенести их в некое виртуальное пространство, чтобы продолжать давать тренировки. И так он получил дополнительных новых членов фитнес-клуба всего лишь за 76 центов за лид, потому что люди все еще хотят продолжать тренироваться, и как бы если нет возможности это делать в специальном спортзале, фитнес-клубе, то почему бы не делать это из дома. Так что обязательно используйте этот подход, если у вас что-то связано вот с такой тематикой. Пишите, был ли полезен для вас такой обзор прессы, новостей, пишите, как вы боретесь с кризисом, что вы предпринимаете новенького, есть ли у вас какие-то нововведения в вашей непосредственной компании, и если вам понравилось это, то обязательно делитесь с этим своими друзьями, возможно это будет кому-то полезным. Подписывайтесь на наши аудио-подкасты, на наш YouTube-канал, вступайте в нашу Telegram-группу, там вы можете обсудить много интересных вопросов между собой, не забывайте подписываться также на наш Instagram-аккаунт. Желаю вам крепкого здоровья, хороших продаж и до новых встреч!